Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение послания к евреям. 12 глава. Собственно, эти последние завершающие главы послания являются ее триумфальным финалом, которые напоминают адресатам послания о том великом спасении, которое было совершено благодаря деяниям Христа. «Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, сверлим на себя всякое бремя и запинающий нас грех, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший пострамление, и воссел одесную престолу Божию. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Итак, те герои, те праведники, о которых в предыдущей 11 главе говорится и поименно, и не поименно, то, что было таким ярким, убедительным примером, который должен был бы помочь читателям послания, сохранить веру, не потерять ее, не утратить, не променять ее на стремление обезопасить себя от предстоящих гонений. Такой перечень, очень важный и величный, он завершается несколько необычно, потому что последней точкой его является Иисус Христос. Но, собственно говоря, конечно, для нас с вами неудивительно было бы, что Иисус Христос приводится как пример терпения, страданий, но он в то же время объявлен начальником и совершителем веры. То есть, другими словами, в послании говорится о вере Иисуса Христа. А это еще одна загвоздка, еще одна из многих проблем послания, поскольку понятно, что мы понимаем, что такое вера человека, во что человек может верить, но возникает вопрос, а во что же верил Иисус Христос? И, конечно, эта проблема не имеет разрешения, и вряд ли можно найти какой-либо ответ, хотя и мне приходилось встречать рассуждения в литературе на эту тему, но, тем не менее, понятно, что мы с вами здесь имеем дело с тем, о чем уже говорили неоднократно, разбирая послание, когда временное отражается вечным, вечное во временном, и здесь действительно вера, она не только была у праведников Ветхого Завета, но и она, оказывается, Иисуса Христа, который назван начальником и совершителем веры, то есть тем, кто в вере достиг своего совершенства, которого не могли достичь предшествующие ему ветхозаветные праведники. И выбор Христа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший прославление, он предлагается в качестве ориентира и для читателей послания, для которых терпение уже ослабло, им трудно переносить те гонения и притеснения, которые обрушились на их общину. Поэтому и призывает их священописатель не изнемочь и не ослабеть душам вашим. И напоминает о том, что да, конечно, уже много у них за плечами, да, и много уже пришлось претерпеть, но они еще не докровисто страдали. То есть действительно, возможно, мученическая кончина, она и является тем, что отпугивает адресат их послания то, чего они все-таки боятся. Они уже принесли и лишение имений, и кто-то из них был в заключении. Но все это они, тем не менее, мужественно перенесли и претерпели. Но вот, возможно, к смерти они еще не готовы. И поэтому пример Христа здесь является ключевым. Он приобретает решающее значение на него, как на маяк. Должны взирать те, кому это послание адресовано. И дальше в послании приводится отрывок, который мы уже касались, и как-то я уже вам зачитывал, не буду это дело повторить. Это напоминание, напоминание, которое основывается на книге-притч о том, что Бог своих законных сынов наказывает, и это наказание необходимо для того, чтобы они могли наследовать спасение. Так и заканчивается этот отрывок. Всякое наказание в настоящее время, 11 стих, кажется не радостью, а печалью, но после наученному через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившие руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хром еще не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир и святость со всеми, без которых никто не видит Господа. Итак, действительно здесь необычайно важно указание на научение, научение, которое происходит не только вследствие какой-то теоретической информации, не только вследствие богословской осведомленности, не только потому, что действительно это послание предлагает нам одну из вершин новозаветного богословия в целом, но и научение происходит через жизненный опыт, который людям приходится преодолевать. И этот опыт, он может быть, и это научение не менее драгоценным, потому что по опыту жизни мы хорошо знаем, как можно научиться терпению, если тебя никто ничто не раздражает, как научиться прощению, если нас никто не будет обижать, как научиться покорности, если мы все время хотим, чтобы все происходило по-нашему, как я хочу. И вот для составителя послания важно, что научение происходит не только благодаря тем наставлениям, не только благодаря этому уникальному, удивительному и знаменательному богословию, которое он предлагает своим читателям в своем послании, но и благодаря жизненному опыту. То есть жизнь, она тоже должна учить, и тоже благодаря различным обстоятельствам жизни мы должны приобретать добродетель. И наблюдайте, слышим мы новое предупреждение, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами никакого блудника или нечистивца и так далее. То есть другими словами, по-видимому, действительно, вот эта чистота, эта праведность, она должна сохраниться среди читателей послания. Возможно, были какие-то участники этой общины, ее члены, которые уже хотели ее покинуть, хотели из нее выйти, но послание призывает дистанцироваться от такого человека или таких людей и сохранить верность первоначальному исповеданию, которое, собственно говоря, и формулируется дальше по ходу главы. 18 стих. Вы приступили ни к горе, осязаемой пылающей огнем, ни к отмне и мраку, ни к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было предложено слово, ибо они не могли терпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями. Речь идет об обстоятельствах заключения первого Ветхого Завета у Синая, и здесь автор послания воспроизводит то, о чем говорится в книге «Исход», и продолжает. И столь ужасное было это видение, что и Моисей сказал «Я в страхе и трепете». Но этот страх и трепет, то есть перспектива наказания, она уходит в Новом Завете, хотя опасность отклонения, как мы неоднократно говорили, все равно сохраняется. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. «Смотрите, не отвратитесь и вы говорящего». Для нас с вами привычным является разделение церкви на земную и небесную, и к небесной церкви мы с вами все время обращаем свои молитвы, ожидая ходатайства Божией Матери и святых. Но надо отметить, что такое разделение, оно в целом Новому Завету не свойственно, поскольку, как вы знаете, наверное, в посланиях апостола Павла церковь сравнивается и представляется как тело Христово, куда входят все ее члены, все верующие в Иисуса Христа, где крестившиеся во Христа облеклись. А вот то, что может быть для нас более привычно, разделение как бы на небесную и земную, которое вообще свойственно, как мы уже неоднократно говорили, послание к евреям в целом, земное и небесное, которые соединяются только благодаря Христу, которое входит на небо. Так вот, именно к этому небесному обиталищу и подступили читатели посланий. Я опять же напомню, что в послании к евреям спасение, оно понимается как новый исход. И это тема, которая содержится в многих пророческих книгах, когда пророки, предсказывая будущее спасения, сравнивают его с исходом, который совершил израильский народ из Египта. И настало время нового исхода, но уже, конечно, не исхода к Синаю, а исхода, как говорится, послания к Сиону и к небесному Иерусалиму. Тема небесного Иерусалима, она является одной из ключевых в книге «Апокалипсис» «Откровение Иоанна Богослова». Кто же входит в этот небесный Иерусалим? Кого там предстоит встретить адресатом послания? Что он собой представляет? Во-первых, это тьмы ангелов. Дальше – торжествующий собор церкви первенцах, написанных на небесах. Это те, о которых говорилось в 11 главе послания, то есть те, кто предшествовали по времени читателям послания и те, кто уже подтвердили свою веру, те, кто благодаря вере обеспечили свое спасение. Дальше – судья всех бух. Ведь тема суда тоже является одной из важнейших для послания. О суде читателям, священописателям напоминает неоднократно, ставит их перед предстоящим судом Божиим. И этот суд будет неотвратим и неизбежен для них, если они все-таки отступят, если они уйдут из церкви. И духом праведников, достигших совершенства. А это, конечно, те члены церкви, которые уже перешли вечность. Дальше в 13 главе автор послания скажет о начальниках, которые уже умерли. «И ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящие лучше, чем Авелева». И здесь, опять же, мы встречаем уже знакомую нам символику кровь Нового Завета. Иисус выступает как посредник, как ходатай этого Нового Завета, без смерти которого завет, то есть завещание, не могло бы вступить в силу. И мы видим новое предупреждение. Предупреждение о том, чтобы читатели послания не отвратились бы от слова Христова, от слова Божия. И значение, мощь, всемогущество этого слова, они подчеркивают, что именно это же слово то же самое слово, оно провозглашает наступление конца этого мира. «Если те, не послушав глагол, что на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, который ныне дал такое обещание еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. И так мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш также есть огонь поедающий. И это последнее предупреждение, которое мы встречаем на страницах послания, и которое еще нам раз напоминает о том, что оно практически целиком и полностью заключено в ветхозаветных образах, ветхозаветных реалиях. И даже представления о Боге, которые мы встречаем на его страницах, они во многом воспроизводят именно то, как и чем жил ветхозаветный человек, потому что здесь в конце Бог сравнится с огнем, с огнем наказания, с огнем суда, с огнем очищения. И, сделая это предупреждение, автор послания теперь, как бы говоря о том, на пороге чего уже стоят его адресаты, к чему они поступили, куда предстоит им войти в ближайшем будущем, дает некоторые практически указания относительно жизни, той общине, к которой он обращается, и о них будет уже в последней, в 13-й заключительной главе послания к евреям.